Тенеу-Йорк Тимис, США, я возглавлял ФБР и ЦРУ. Над страной, которую я люблю, нависла страшная угроза. Уильям Випстер. Тенеу-Йорк Тимис, США. 17 декабря 2019 года. Благодаря преимуществу единственного американца в нашей истории, который был директором и ФБР, и ЦРУ я обладаю уникальным представлением и компетенцией говорить о страшной угрозе, стоящей перед верховенством закона в стране, которую я люблю. Порядок защищает свободу, а свобода защищает порядок. Сегодня принципиальность и репутация институтов, которые защищают наш гражданский порядок, трагически подвергаются нападкам со стороны слишком многих людей, задача которых должна заключаться в их защите. Верховенство закона является основой американской демократии, принципом, который защищает каждого американца от злоупотребления монархов, деспотов и тиранов. Каждый американец должен требовать, чтобы наши лидеры ставили верховенство закона выше политики. Я очень обеспокоен утверждением президента Трампа о том, что наш нынешний директор, так он называет человека, которого выбрал на должность руководителя ФБР, не может наладить работу того, что президент называет неэффективной службой. Десятилетний срок, который отводится всем директорам ФБР после того, как Джон Эдгар Гуверр, Йон Эдгар Аверр, занимал эту должность 48 лет, был определен для того, чтобы обеспечить независимость директора и бюро. Явный намек президента на то, что будущие директора Кристофера Рея, Черестопер Урай, под угрозой, как было с его изгнанным предшественником Джеймсом Коми, Ямес Чаммой, очень меня беспокоит. Независимость ФБР и его директора имеют принципиальное значение, и ее должны решительно отстаивать все ветви власти. За 9 с лишним лет работы директором ФБР я подчинялся 4 почетным генеральным прокурорам. Каждый из них ясно понимал значение верховенства права в нашей демократию и ту важную роль, которую ФБР играет в обеспечении и соблюдении наших законов. Они яростно защищали и то, и другое, зная, как важно, чтобы наш ФБР оставалось независимым от любого политического влияния. В должности директора ФБР я работал при двух президентах. Один из них – демократ Джимми Картер, и имма Чартер, который выбрал меня отчасти потому, что я был республиканцем, а другой – республиканец Рональд Риган, Рональд Риган, которого я уважал. Оба этих президента с таким уважением относились к независимости ФБР, что всячески старались не вмешиваться и не оказывать влияния на нашу деятельность. Я никогда не чувствовал политического давления. Страна не может позволить себе, чтобы директор правоохранительной структуры оспаривал доклад независимого генерального инспектора Министерства юстиции и утверждал, что расследование ФБР было основано на абсолютном вымысле. Более того, в докладе окончательно установлено, что доказательства, необходимые для начала расследования вмешательства России, были неопровержимыми. Во время президентской кампании 2016 года между членами предвыборного штаба Трампа и российскими агентами было более 100 контактов, и деятельность России, направленная на подрыв нашей демократии, продолжается до сих пор. Я рад, что ФБР восприняло эту угрозу всерьез. Важно, заявил на прошлой неделе Ирей, что генеральный инспектор выяснил, что расследование было начато с соответствующим обоснованием фактами и полномочиями. Будучи адвокатом и бывшим федеральным судьей, я ясно давал понять в бытность главой ФБР и ЦРУ, что во всем, что мы делаем, первостепенное значение должно иметь верховенство закона. Хотя в обеих структурах работают несовершенные люди, американский народ должен понимать, что в них обеих работают некоторые из самых законопослушных, патриотичных и преданных людей, которых я когда-либо встречал. Хотя их лица и действия большинству американцев не видны, будьте уверены, что они хорошо служат нашей стране. Я полностью доверяю мистеру Рэю и знаю, что ФБР не является неэффективной службой. Это профессиональная структура, достойной уважения и поддержки. Насмешки и оскорбления в ее адрес опасны и безосновательны. Меня очень разочаровал еще один давний, уважаемый друг, Руди Джулиане, Руди Гиулиане, который всю свою жизнь защищал наш народ от тех, кто мог причинить нам вред. Действия, которые он в последнее время совершал в отношении Украины, как минимум, не прошли проверку на благопристойность. Я надеюсь, что он, как и все мы, обратится к нашей путеводной звезде, к верховенству закона, к тому, что настолько важно и ценно, что превосходит любую личность или администрацию. В этот трудный момент необходимо вернуть на должное место Министерство юстиции и ФБР в качестве оплотов законности и порядка в Америке. Речь идет не о политике. Речь идет о верховенстве закона. Республиканцы и демократы должны защищать его в первую очередь. В свои почти 96 лет я видел, как наша страна преодолевала чрезвычайные трудности, в частности, Великую депрессию, Вторую мировую войну, Корейскую войну, войну во Вьетнаме, сегрегацию, убийство, отставку президента и теракты 11 сентября. Я по-прежнему верю в способность всех американцев преодолевать наши разногласия и стремиться к всеобщему благу. И я молюсь за это. Порядок защищает свободу, а свобода защищает порядок. Уильям Випстер, бывший федеральный судья, с 1978 по 1987 год был директором ФБР, а с 1987 по 1991 год – директором ЦРУ. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.